До начала торжественного шествия остаются считанные минуты. На главной городской площади уже собрались более 30 тысяч зрителей. На фронтовых автомобилях и мотоциклах к ним собирается выехать колонна с главными героями праздника. На парад в краевую столицу приехали 50 ветеранов. 11 из них участники Великой Отечественной войны. Сегодня они снова в строю. И вспоминают, как же тогда, в мае 45-го, они встречали Великую Победу. В Амурской области на границе с Манчжурией мы стояли, охраняли на замок эту границу. И нам сообщили о том, что кончилась Великая Отечественная война на Западе. Мы головные уборы бросили кверху и рады были со слезами на глазах. Я связист, я протягивал линию четвертой батареи в это время, во время боя. Смотрю, в кустах стоит какая-то машина и крики кричат. Ура! Я подхожу. Что такое? Победа, пацан! Победа! И мы со всего, что только обидно, стреляли до последнего патрона, чтобы больше никогда не было этой страшной войны. Александр Рогачев на войну пошел совсем мальчишкой. И сразу после выпускного бала он прошагал пол Европы, Австрия, Венгрия, Румыния. Видел, сколько испытаний пришлось пережить в нашей стране. Но самым ярким впечатлением о тех страшных годах считает первый бой, когда вчерашний школьник вмиг повзрослел. Первый мой бой был, когда форсировали Днепр, наводили переправы. Их бомбили в это время, понимаете, штурмовики. А мы там отстреливались и себя, и их изберегали. Торжественное шествие началось ровно в 11 утра. Зрители аплодируют стоя. Ветеранам солдаты и офицеры отдают честь фронтовикам. Летчики, курсанты военных училищ, кадеты, представители спецподразделений, казаки и Росгвардия. Все равняются на вынос флага Российской Федерации, знамени Победы и флага Кубани. На несколько секунд городская площадь замирает. Звучит песня, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Покажение войск Краснодарского территориального гарнизона торжественным маршем открывается выносом государственного флага Российской Федерации, копии знамени Победы и флага Краснодарского края. От Великого Дня Победы нас отделяет 74 года. Но мы по-прежнему помним, какой ценой она досталась. Каждый пятый житель Кубани ушел защищать свою родину. Наши земляки воевали на всех фронтах. От легендарной обороны Братской крепости до штурма Берлина. Уже по традиции участников шествия поприветствовал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор уверен, что День Победы – это священный праздник для каждой кубанской семьи. Все дальше победный май 45-го. Но и как 74 года назад, сегодня мы ощущаем себя единым великим народом. Народом, который достойно прошел самые тяжелые испытания и положил конец зверствам и бесчеловечности фашизма. Долгий, героический, жертвенный путь к победе Кубань прошла вместе со всей страной. Оборона Новороссийска, бои за Туапсе, освобождение Краснодара, штурм Голубой линии, сражение за горные перевалы – все это вехи знаменитой битвы за Кавказ. Мы преклоняемся перед теми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто трудился в тылу, кто восстанавливал из руин наши города и станицы после войны. Сегодня на этой площади стоит новое поколение победителей. Моряки, солдаты, офицеры, курсанты и кадеты – вы продолжаете лучшие традиции нашей армии. Защищаете интересы России, надежно охраняете рубежи нашей Родины и, как наши предки, готовы на любой подвиг, на любую жертву ради нашей страны. В народной памяти навеки останется подвиг наших солдат, наших ветеранов, наших дедов и прадедов, чтобы помнили, чтобы гордились. С праздником Великой Победы! Слава народу-победителю! Слава России! Слава Кубани! Ура! Праздничное шествие ЧК «Анишак» открывает взвод барабанщиц Краснодарского университета внутренних дел России. Именно они задают темп шествию. За ними марширует группа авиационного училища имени Серова, следом ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов. Всего в торжественном прохождении войск приняли участие около двух тысяч человек. Моряки, спецназовцы, бойцы национальной Росгвардии и казаки. И вот самая зрелищная часть парада. На городскую площадь въезжает колонна современной военной техники. Бронированные тайфуны, БТР и ракетные комплексы. Глядя на эту технику, понимая, что 74 года назад фронтовики могли только мечтать о таком. И кажется, что секрет победы советского народа далеко не в военной технике. Они сами, поколения и стали. Герои, которые ковали победу благодаря силе духа и мужеству. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скромные гвоздики и искреннее спасибо. После окончания парада ветеранов еще долго не отпускали с трибун. Многие хотели лично поблагодарить участников той кровопролитной войны за великий подвиг во имя мира. И сказать, мы помним, мы гордимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Влад Захаров и Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...